Дорогие друзья, в общем-то смотрел я недавно одного блогера, Гео, по-моему, называется, и там какой-то выпуск у него видел про психопатов, и, соответственно, он даже там на доске где-то сзади написал, что психопатия и знак вопроса, да, а нет, социопатия, да, и знак вопроса он написал, по-моему, на доске, а про психопатов рассказывал, но рассказывал про психопатов как про социопатов, и действительно даже у таких, в принципе, знаменитых очень блогеров возникают ошибки некоторые, и хотелось бы вас поправить, потому что в дальнейшем, когда вы смотрите такой вот научпоп, при всем моем уважении к данному блогеру, мне, в принципе, очень нравится его видеоблог, соответственно, когда вы смотрите подобный научпоп, ну, у вас может тоже сформироваться немножко неправильное внимание, и даже не немножко ситуации. В чем разница между психопатами и социопатами? Психопатия – это заболевание души, и речь будет идти тут о нарушениях эмоциональной сферы, о сдвиге эмоциональной сферы в сторону ее понижения, да, отсутствия эмоциональной сферы. На социопатии – это когда я, как бы, направлен против социума, это асоциальное поведение. И очень важно здесь понимать, что у социопаты, они очень часто какие-то маньяки, садисты, да, то есть поджигают в детстве кошек, соответственно, вот все вот это вот проявление в ярком виде, вот сейчас берите мне и пишите в комментариях, то есть вот давайте с вами прям вот как со студентами позанимаемся, пишите примеры социопатии, а я вам, я всегда отвечаю на комментарии, я вам напишу, правильно это или нет, только коротко, пишите там какие-то, ну то есть вот всякая маньячность такая, вот то есть агрессия против социума – это социопатия, пишем, там не знаю, поджег кошку, значит, социопатия, там ударил маму-папу, социопатия, часто бьет, значит, не знаю, ребенок, детей там, да, социопатия, то есть а психопат, он не испытывает как бы асоциально, асоциальной такой позиции против социума, он не агрессивен направлен в сторону социума, у него просто подавлена сфера эмоциональная, если ему надо, если ему выгодно это, он, конечно же, пойдет на какие-то асоциальные поступки, в этом разница очень большая, у первого мотивации могут служить какие-то практические вещи, ну тут зависит еще от развитости интеллекта, ну то есть, но это всегда будет преследоваться какой-то практической, да, потребностью навредить социуму, и не всегда психопаты вредят социуму, кстати, многие живут вполне себе комфортно в этом состоянии, просто, конечно, это проблемы в семейной жизни или в отсутствии и так далее, а социопаты, они направлены вот против социума. Ну, надеюсь, я как-то донес до вас основную мысль – это психопатия, заболевание души, отсутствие национальной сферы. Если вам интересно подробнее, все эти вещи можно подробнее обсуждать, пишите мне в комментариях. А с вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на мой канал, и я жду вас всех на своих консультациях онлайн, а также в гостях в Инстаграме. Да пребудет с вами здоровье, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok